Это Енисей. Новости мы продолжаем выпуск. Долгожданный ремонт. В поселке Раздолинск Мотыгинского района заасфальтируют транзитную дорогу, на состояние которой сельчане жаловались много лет. Такое обещание дал губернатор Александр Ус. Он лично провел прием граждан из нескольких районов нашего края. От имени северян главе региона обратилась Нелли Кудряшова. Она рассказала, что по гравийному участку от Раздолинска до поселка Кировский стало просто невозможно ездить. Страдают и местные жители, ведь большой поток транспорта образует много пыли и шума. Дорога проходит непосредственно по поселку и среди жилых домов. 370 метров это жилые дома. И люди задыхаются пылью, а также, конечно, от того, что там очень большой поток машин, огромный шум. И вот меня, это как жителя поселка Раздолинска, очень беспокоит. Александр Ус поручил Министерству транспорта завершить капитальный ремонт этого участка в следующем дорожно-ремонтном сезоне до ноября 2021 года. После он рассмотрел еще несколько обращений. Из соседнего леса Сибирска женщина попросила приобрести передвижной маммограф для своего города и близлежащих районов. Инисейского, Казачинского, Пировского. Стационарные аппараты, на которых сейчас диагностируют серьезные заболевания в районах, работают на пределе и не справляются с потоком пациенток. По поручению губернатора в следующем году будут запланированы деньги в краевом бюджете на покупку передвижного маммографа. А на востоке края, в селе Дзержинское, попросили построить новый детский сад. Ведь действующему деревянному зданию уже не поможет никакой ремонт. Они просто могут остаться без работы. Наш детский сад «Березка» находится в аварийном состоянии. Посещают этот детский сад 130 детей. Там работает 43 человека, коллектив, из них педагогов очень много. И если этот детский сад закрыть, то нашим детям просто будет некуда пойти. Потому что другие дошкольные учреждения не смогут принять этих наших детей. Мы обязательно до 2022 года уже поселим туда ребятишек. Сад будет не на 130, а на 190 человек. Поскольку есть такой типовой проект, с таким запасом мы его сделаем. В 2022 году 209 миллионов, он уже просчитан детский сад. Мы выделяем вашему району, селу. И садик у вас будет новый, красивый.